Другим темам. В Казахстане под угрозой срыва оказалась реализация комплексного плана по развитию машиностроительной отрасли. Напомню, документ рассчитан до 2028 года. Однако пока программа осталась без финансирования. Об этом сегодня на заседании правительства заявил председатель Союза машиностроителей. Средства из республиканского бюджета не предусмотрены и на следующий год. При этом износ техники в машиностроении достигает 40%. Почему так вышло и какие меры готовы предпринять в правительстве, знает Роза Сатканова. Почти 100 тысяч автомобилей выпустили в Казахстане в этом году. Всего в стране действует 8 предприятий по производству транспортных средств. Доля автомобилестроения в общем машиностроении составила порядка 40%. На стадии реализации и другие крупномасштабные проекты. Мультибрендовый завод в городе Алматы. Это производство 90 тысяч единиц в год. Это 3600 рабочих мест. Завод по производству автомобилей Киев в городе Кустанай. Это производство 70 тысяч единиц в год. На этих предприятиях уже устанавливается современное оборудование. Свыше 30% объема сразу будет производиться мелкоузловым методом. Среди главных вопросов производство автокомплектующих. На площадках Кустанай и Алматы реализуют промышленную кооперацию между производителями транспортных средств и автокомпонентов. Если в Казахстане уже создано производство какого-нибудь автокомпонента, то все производители покупают у этого поставщика. Самое главное для наших производителей транспортных средств – это позволит увеличить локализацию и, самое главное, снизить стоимость автомобилей. Сейчас у нас в работе 10 проектов по производству компонентов. Часть из них уже запущена. Создание цикла производства с высокой долей локализации – одна из важнейших задач, подчеркнул Олжас Бектенов. При 40% износе техники в машиностроении особую актуальность приобретают вопросы модернизации производства. Премьер поручил активнее внедрять цифровые технологии и использовать промышленных роботов на производстве. В Сингапуре на 10 тысяч работников пригодится тысяча работов. В Южной Корее – 800, в Германии и Японии – по 400, тогда как мы – лишь 7 роботов. Так, в 2023 году в Казахстане внедрено лишь 100 робототехнических комплексов, тогда как в Китае – 290 тысяч. Мы не выпускаем станки и оборудование. В то же время планируем потратить большие деньги на закуп. Зачем? Лучше наладить производство робота и уйти сразу в 4-й, 5-й переделы. Не покупать станки. В обновлении нуждается и порядка 76% сельхозтехники. Для поддержки отечественных производителей исключили субсидирование импортных аналогов. Кроме того, внедрён дифференцированный подход к субсидированию процентной ставки лизинга, при котором для местных производителей процент значительно ниже. Данные меры способствуют углублению локализации и ускорению модернизации парка отечественной техникой, отметили на заседании. Однако, несмотря на принимаемые меры, бороться с импортным аналогом всё ещё сложно. На заседании поручили разобраться с серым импортом неэкологичных автомобилей. Проблема очень серьёзная. Она создаёт недобросовестную конкуренцию для тех производителей, которые у нас в стране производят. В особенности по грузовикам. Я сам встречался на одном из автомобильных заводов с производителями. Они говорят, ну мы производим, но не можем конкурировать с тем, который заезжает сюда евро-2, к примеру. А по документам он евро-5 становится каким-то чудесным образом. Поэтому здесь надо наводить жёсткий порядок. Лжас Бектенов подчеркнул, что необходимо придерживаться экономического патриотизма. Активно покупать казахстанскую продукцию, а также продвигать её на внешних рынках. Журналисты, в свою очередь, предложили чиновникам подать пример. Надо пересесть на автомобиль казахстанской сборки. И давайте я просто попрошу, чтобы мне поменяли машину. Одно время я ездил на элантре казахстанской сборки, а после смены работы, ну что дали, на чём ездил. Вопрос не поднимал. Сейчас опять пересяду на казахстанскую машину. Отметим, что с начала года в казахстанские проекты вложено порядка 108 миллиардов тенге. Предприятия машиностроения должны быть обеспечены кредитами по льготной ставке для обновления основных фондов и запуска производства новых видов товаров, отметили в правительстве. Министр промышленности также ответил на волнующих многих казахстанцев вопрос. Будут ли в стране снова выдавать льготные автокредиты? Компании, которые занимаются продажей автомобилей, создают различные финансовые инструменты и продают в рассрочку. По поводу льготного автомобильного кредитования, эта программа не закончена. Просто средства направляются не на покупку личных персональных автомобилей гражданами Казахстана, а на развитие городской инфраструктуры общественного транспорта. Как отметил министр промышленности, денег, выделяемых на программу льготного автокредитования, мало, а желающих приобрести автомобиль много. Поэтому, вместо того, чтобы давать льготные кредиты на автомобили, государство решило улучшать качество общественного транспорта. Видимо, таким образом казахстанцев хотят пересадить из личных автомобилей в автобусы. Тем временем, почти половина всех зарегистрированных в Казахстане автомобилей старше 20 лет. По предположению экспертов, именно цены на новые автомобили и являются причиной старения автопарка страны. Россатканова, Азамет Саметов, Канат Абильдин, Хабар.